всем огромнейший привет сегодня у меня будет видео о подарке которые я соорудила для своей рукодельной подруги это не очень быстрая история она началась давно еще в январские каникулы когда мы усиленно вышивали какие-то новогодние сюжеты все еще переходили постепенно к весенним ну наверное многие из нас скорее всего я сейчас говорю конечно себе и вот обнаружив какой-то небольшой кусочек канвы равномерного переплетения это была гамма линдовская возможно она осталась от сапожка от рождественского впрочем это не важно я решила тоже его каким-то образом пристроить не выбрасывать же такие богатства и вот посмотрев полистав свою литературу свои журналы которые у меня есть парка по рукоделию я выбрала вот этот сюжет это небольшой маячок для ножниц на картиночке его видно в виде такого сердечка такой хороший симпатичный дизайн оказался в журнале все рукоделий за январь февраль 14 года и вы помните в то время в этом журнале в виде бонусов можно было обнаружить него не большие рукодельные презентики иногда это были пуговички иногда это был моточек ниток в этом журнале это же был бисер но это был презент который относился к какому-то из дизайну включенных журнал по моему очень разумная идея но наверно с кризисом они перестали это делать но мне попались несколько таких журналов и вот этот бисер зеленого цвета у меня был он попался его рекомендовали вернее использовать вот именно в этом дизайне что я собственно говоря и стала делать я вышла вот такой вот сюжет с одной стороны вот с использованием этого бисера и розочку с другой стороны все как советует команда издательства но когда я посчитала сколько бисера осталось я поняла что мне не хватит бисера для того чтобы шить вот эти два сердечка и оформить краешек бисером возможно если бы я пришивала через одну бисеринку возможно их бы хватило но меня почему-то в то время зациклила я сейчас просто смотрю на картиночку журнале мне кажется что там он пришить через одну но меня зациклила я посчитала сами стежочки поняла что мне не хватает мне нужно было подбирать какой-то бисер ну вот я выбрала розовый поскольку он сюда тоже вписывается в цветовую общую цветовую гамму и в принципе осталось довольно этим выбором тоже ниточки я использовалась остатками своих ниток это гаммовские нитки и тоже была довольна что смогла пристроить какие-то кончики какие-то остатки в итоге у меня получился вот такой маячок кисточка конечно это моя полная импровизация сюда я нацепила два полудрагоценных камушка сейчас не вспомню просто название что-то с головой все вылетает и вот такую керамическую бусинку мне показалось очень тематично здесь на бусинке бабочка даже не одна а целых три и они все разных цветов розовая желтая зеленая ну бабочка летит цветочку по моему все очень логично ну и кисточку такой соорудила вот и все у меня получился маячок для небольших ножниц у нее кстати рукодельных ножниц еще нет и как раз вот мне казалось что это прекрасно достойный подарок и этим я бы ограничилась но гуляя по каким-то блогом в интернете меня просто зацепили игольницы я опять пошла в свой сундук порылась порылась и нашла две таких вышивки это очень старые вышивки им наверное лет 13 как минимум да я думаю где то так но может быть 12 и вначале я хотела их пристроить на обложку еженедельника потом подумала ну что у тебя обложки на обложке куда ты будешь эти обложки девать и нужно ли мне столько обложек короче мысли были разные но так как сам сюжет сам дизайн достаточно минималистичен и очень небольшой это наверное где-то 8 но уже в готовом варианте я думаю что это где-то 8 на 8 сантиметров максимум вот я эти два сюжетика сшила и сделала первую своей жизни игольницу книжечку делая я ее по мастер-классу который нашла в одном из блогов если я найду ссылочку то я естественно оставлю в инфобоксе для тех кому интересно как это сделать внутренность у меня получилось таком виде то есть я пришивала канву к ткани вот она ткань и потом уже вшила сюда два отреза из фетра для того чтобы прикрепить эти отрезы я воспользовалась пуговичками то здесь он не пришит этот отрез сюда тоже при желании можно что-то просунуть хотя что тут просунешь здесь я украсила фетр пуговкой потому что мне просто нравится это сердечко и она удачно сочетается вот с фетром такого салатового цвета мне показалось очень весенний вариант почему бы и нет а здесь на самой последней части я пришила такую бирочку вначале я просто хотела пришить бирку сшив ее по всем сторонам четырем ну как бы для украшения потом пора скинула мозгами поняла что это может быть не украшение а очень даже функциональная вещь так как сюда прекрасно вставляются эти небольшие ножнички и в итоге у меня получился вот такой подарок состоящий из игольницы книжки из ножничек с маячком я не стала заморачиваться здесь на пуговку поскольку это моя первая игольница книжка я просто сюда пристрочила репсовые ленты в шов и вот таким подарком ограничилась завтра я буду встречаться со своей подругой и поэтому спешу снять вот это видео вспомнила уже во второй половине дня что не успела это сделать и делаю это прямо сейчас результатом я осталась довольна я довольна тем что я и вышивку свою пристроила из каких-то старых отшитых работ и тем что очень удачно и аккуратно сшилась вот эта книжечка я попробовала книжечку и маячок кстати это мой первый у меня это был дебют с прикладной вещицей такого характера вот как то так я очень надеюсь что моя подруга останется довольной а вам желаю прекрасного вышивального и рукодельного настроения и до скорых новых встреч пока